Увеселительный полет за бюджетные деньги в краевом парламенте назревает серьезный скандал. Жители Ивенки заявили, что делегации депутатов под предлогом обсуждения вопросов туризма двое суток отдыхала на озере. При этом к услугам народных избранников был вертолет, оплаченный из государственной казны. Репортаж Василиса Лукашевич. Это письмо пришло в законодательное собрание края. Жалуются жители Туры. С 8 по 10 сентября делегации чиновников в количестве 12 человек был произведен увеселительный полет на отдых на вертолете Ми-8 под видом рассмотрения вопросов развития туризма. Рация есть, с охотниками разговаривают. О, говорит, хорошо погуляли. 20 бутылок шампанского выпили, 25 бутылок вина, очень много водки. Здесь собрали непонятно каких, видишь, сопляков, которые приехали, уехали, два дня попили, погуляли и стратили наши деньги. 90 с лишним тысяч рублей стоит час вертолета. Двое суток вертолет был с ними. Понятно, что банкет – неотъемлемая часть подобных совещаний. Смещает, что вопросы туризма в нашем крае почему-то приехали решать депутаты из Самары, Волгограда, Владимира, Орла и других городов. От законодательного собрания края поехал Владислав Зырянов, который вообще-то в Комитете по культуре и спорту. Весть о такой командировке уже вовсю обсуждает в краевом парламенте. Если идет речь о депутате Зырянове, то я не удивлена абсолютно. Это стиль его жизни, стиль его поведения не только в ЗАГС собраний, но и на территории, которая его избрала как одномодатного депутата. Он считает, что он самый главный и позиционирует себя везде как человек, который решает все. Сегодня уже мне звонят, значит, еще какие-то там разговоры идут, пятники с молодежью организуют, отдых, значит, культурный и все остальное. Поэтому сегодня депутат должен пахать и интересы избирателей, значит, должен исполнять, а не то, чтобы, значит, там какие-то отдыхи. Он был на отдыхе, ездил за границу, отдыхал, плюс еще сейчас приехал и везде начал баламутить. Поэтому неприятно. Зырянов пояснил, цель поездки – привлечение инвестиций, поэтому было так много гостей из других регионов. Ну, если говорят, пили-веселились, ну, наверное, соответствующие факты должны быть какие-то. Можно любого человека, понимаете, в чем беда, и я согласен с тем, что в этом в том числе виновата сама власть. Сегодня можно любого показать власть имущего депутата, кого угодно сказать, вот он это сделал и оправдывается. В законодательном собрании подтвердили, путешествие делегации в Ивенкию запланировано и оплачено, но, похоже, формат работы никто не отслеживает. Нужно, в первую очередь, определиться, каким образом был ли этот полет, куда он был, каким образом исчлен, какая система оплаты. Насколько мы понимаем, сегодня и правоохранительные органы этим вопросом занимаются. Поэтому, с точки зрения законодательного собрания Красноярского края, мы пока, ну, и рано, и, наверное, неэтично делать какие-то вопросы. Возможно, такие вопросы никто бы и не задавал, если бы депутаты и чиновники в таких случаях сами оплачивали вертолет и скромнее веселились. Василий Сулкашевич, Николай Чистяков, Новости ТВК.